Привет, друзья! Вы находитесь на канале i-House Thermo Plus. С вами Олег Кузьмичев. В последнее время в наш огород начинают кидать камушки по поводу нашей технологии утепления фасада i-House Thermo Plus. Первое мы видео уже сделали полтора месяца назад. У нас там в наш огород закинул наш коллега камень. Он там хотел профессора услышать доказательства. Мы ему ответили. Ответа не последовало. Второе там несколько блогеров. У них там по полторы тысячи подписчиков, максимум две. Мы даже их не будем рекламировать. То же самое. Начинают своим заказчикам говорить, что это неправильная наша технология. Ну и самое интересное. Несколько дней назад в комментариях опять у нас появился представитель канала «Надежный дом. Школа утепления фасада». Так примерно называется. Многие его знают. Вот он перед вами на экране. До этого комментарии были такого, где у нас мы утепляли там в 2019 году перплитами, что у нас перплиты должны гореть. ППС не горит. Надо утеплять под шнурку. Ну зачем утеплять под шнурку? Я так не понимаю, если у нас изначально идеально ровные стены. Кто смотрит наш канал, они знают технологию утепления нашего фасада. Кто не смотрит впервые, вы в дальнейшем увидите. Ну и пророчили, что у нас трещины должны быть. Видео, которое вышло полтора месяца назад, вот у нас подсказка. Можете посмотреть, или оно будет в ссылке в описании под видео, или в закрепленном комментарии. У нас там ни одной трещины нету. Даже на углах здания. Хотя мы там уголок фасадный не ставили. Но это была своя причина, почему мы не поставили этот уголок. Вы можете посмотреть тот ролик и, кстати, даже там почитать те комментарии, которые мы будем разбирать. Дорогие друзья, прошу вас подписаться всех на наш инстаграм. Потому что в летнее время не хватает катастрофически времени выпускать ролики в ютюбе. У нас инстаграм, тикток есть. Ссылка в описании под видео, в закрепленном комментарии. Мы фактически каждый день выпускаем какую-то информацию. Особенно в инстаграм. Так что подписывайтесь в инстаграм, чтобы не думать, что мы пропали. Просто любой ролик, его надо затратить время. Еще и выложить в ютюб. А тут до каждого объекта набираешься. В одну сторону полтора-два часа. В другую сторону полтора-два часа. Это минимум. И времени просто фактически не хватает. Сейчас мы едем на объект, где мы утепляем фасад здания. Перплитами компании «Профхолод». Это отдельная тема про качество этих плит. Будет отдельное видео. И размеры этих перплит 1200 на 2000 мм. Мы беремся даже за такие большие размеры. Мы знаем, что если мы будем утеплять по нашей технологии, эти перплиты не дадут трещин. Если утеплять по технологии СФТК, правильно назвал так, то 100% трещины будет. Так что поехали. И вот мы находимся на нашем объекте, где мы утепляем перплитами дом. Вот у нас оштукатуренная стена. Вот видите. Она у нас идеально ровная. Могу отправил приложить. Видно. В комментарии написано, нельзя штукатурить стены. Надо... Это косяк. Извините, тут с телефона снимаем. Надо подрезать утеплитель. Ну, давайте посмотрим, как его можно подрезать. Когда люди пишут комментарии, они не знают, наверное, о том, что перплита – это сэндвич-панель. И она имеет обкладку. Стеклохолста. Если мы ее подрезаем, то у нас нарушается стеклохолст. Вот такие пироги. А еще занимаются утеплением фасадов. И говорят, что мы перплиты знаем от и до. Ну, и ладно. Даже если мы подрежем, а у нас здесь перепады были на одной стене до 7 сантиметров, пускай мы замкнутую воздушную прослойку сделаем до 5 примерно, мы начнем подрезать. Мы уменьшаем. Что получается? Теплоизоляционное свойство утеплителя. Мы уменьшаем толщину. Это делают везде на самом деле. Подрезают, чтобы было ровно. С перплитами такое не пройдет. Они должны быть ровненько, идеально. Такая работа, конечно, требует больших трудозатрат. Теперь скажите мне, это косяк или не косяк? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Для тех, кто не знает, что перплиты утеплитель, это готовые уже изделия для утепления. Вот смотрите. Тут написано русским языком, черным по белым. Сэндвич панели. Это так на будущее. Кто хочет делать утепление фасада здания перплитами. Обкладку из стеклохолста категорически запрещается нарушать. Адгезия дальше к самому вот этому утеплителю она будет никакая. И у вас весь фасад отвалится. Комментарии написали, что во время дебилирования штукатурка будет повреждена. Ну, давайте посмотрим, как она будет повреждена. Мы видим, что пока повреждений нет. Сейчас воздухом мы все выдуем. Ну, теперь мы эти плиты снимаем. Сейчас внизу на них нанесут клей. И здесь будет наноситься клей. Отверстия все нормальные. И если мы сюда будем вбивать дюбель, сейчас попробуем вам вбить, показать. Посмотрим, как разрушает штукатурку. Когда у нас будет утеплитель, он будет упираться в утеплитель. Попробуй выдернуть. Разрушает штукатурку? Да нет, даже трещина есть? Нет, ничего нет. Ничего нет. Вот видите, люди бред пишут. Напишите комментарии по этому поводу. А, вон лайк еще поставить. Вот так эти грибы выглядят в утеплителе. Вот это все. Вот это все. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Подали плиту утеплителя, она уже с клеем для теплоизоляции, здесь с клеем для теплоизоляции, наносится пена. Вот мы вставили грибы, но сейчас мы будем винчивать их, потому что это грибы у нас винчиваемые. В дальнейшем закрывается это все ронделем. Сейчас даже полезем наверх, посмотрим, что у нас там. Так, выключу я телефон этот, сейчас поднимусь наверх, посмотрим. Вот, или отсюда можно посмотреть. Видно, наверное. Вот мы видим, как клей нанесен. Нет никаких зазоров. Сбоку смотрим, тоже нет никаких зазоров. То есть мы полностью запечатываем. Когда приклеиваешь утеплитель под гребенку, то мы тем самым убиваем двух зайцев. Первое. У нас площадь сцепления, когда мы утеплитель приклеиваем под гребенку, она практически 100%. А если на окантовку делать, то она у нас там занимает, ну, наверное, окантовка с лепухами не более 20-25%. Прикладываем вот так же, как плитку. Плиточник прикладываем. Кстати, оторвать ее уже будет проблематично. Она как присоска присосалась. Только не сломай. Давай потихонечку, потихонечку. Вот она держится как. Вот так же прилипает. Идет, идет потихоньку. Вот смотрим, что у нас получилось. Смотрим, что у нас получилось на утеплителе. И смотрим, что у нас получилось на стене. Дальше, когда под утеплителем у нас еще находится воздух, там образуется воздушная конвекция. И такое утепление, оно ниже на 30-40%. Это в идеальных условиях. У нас видео на эту тему есть, под которым вот эти комментарии пишут. И самое, что интересное, человек, просмотрев это видео, посмотрел именно видео, там вставка с испытательного полигона стеноконструкции Белгорода. Там непростые люди сидят. Они занимаются этим делом. И он написал вот такой комментарий. Но у меня просто слов нету. Кстати, вот этот именно комментарий вызвал такое, выпустить этот ролик. Потому что, если человек его написал, он в принципе для общего обзора на моем канале. Почему бы нет? Не выпустить ответы на вопросы, на такие комментарии. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете. Вот на примере этого утеплителя покажу. Вы покупаете утеплитель. Здесь у нас 100 миллиметров. А фактически, когда выполнят вам работу с замкнутыми воздушными прослойками там на репухах, то у вас будет фактически работать вот эта часть. Ну, так как мы отнимаем 30-40 процентов. Это в лучшем случае. Если люди занимаются этим на объекте, у них косяков намного больше. Плюс еще и стена. Про стену я вам сейчас покажу. То теплоизоляция может работать еще меньше. Там и до 60 процентов. Так что вот, кто хочет потратить деньги на теплоизоляцию и чтобы она работала на 100 процентов, обязательно надо стены штукатурить. Ну, в 90 процент случаев, наверное, надо штукатурить. Показываю, как происходит конвекция воздуха. Я вот здесь нарисовал, имитировал стеклопакет. У нас здесь улица минус 23, здесь плюс 23. Ну, люблю я такие температуры. И даже в запечатанном стеклопакете у нас происходит конвекция воздуха. Потому что уложить воздух его там нельзя. Без газоаргон. Вот, смотрите, как получается. Так как у нас здесь минусовая температура, здесь у нас по этой кромке стекла воздух падает вниз. По этой стороне он поднимается вверх. То есть холодный воздух охлаждает это стекло. Так же происходит во второй камере. И у нас получается, что вот этот стеклопакет, вот это третье стекло, оно всегда будет холоднее. Если газоаргон закачать сюда, он тяжелый. Из-за этого конвекции воздуха практически нет. Как уложить воздух под утеплителем, это загадка. Но, видно, если кто-то эту загадку сможет кто-то решить, то тогда он получит Нобелевскую премию. Это, кстати, пузыри. Это немножко отвлекемся от темы. Вот разрываем воздух. Пузыри — это воздух. Это компания ПРОФХОЛД. Также современные кладки из газоблока. Если мы видим, они все насквозь практически просвечиваются. Их снаружи замазывают слоем 1 мм клеем. И вроде бы этих щелей не видно. Но они все равно там есть. И вот эта толщина клея для газоблока, например, это яичная скропа. Она не спасет от воздушной конвекции. Тем более, газоблок вот так весь гуляет. Для этого, опять же, если у вас будет воздушная прослойка, то все равно будет воздух оттуда выходить. Это все разрушается. И, короче, у вас весь фасад получается вентилируемый. Из-за этого КПД в лучшем случае от вашей теплоизоляции будет если вы 100 мм теплоизоляцию сделали, она будет работать как 60 мм. Это в лучшем случае. В лучшем она может работать как и 30 мм. Вот наша современная кладка кирпича. Кладка кирпича она неоднородная. Когда мы ее защищали воздухом, выдували воздухом отсюда пыль. К примеру, вставляли вот сюда этот пистолет, то где-то там через метр выше фонтанчики выходили через такие щели. То есть вся кладка кирпича современная, это повсеместно, она неоднородная и там имеет такие ходы. Из-за этого, мы говорим, запечатываем ее полностью штукатуркой и потом приклеиваем утеплитель. Если опять же с замкнутыми воздушными прослойками, то через это вот через трещину, вот видите, кирпич трещины дал, весь воздух будет сюда заходить и где-то там выходить. Воздух весь поднимается вверх. То есть изолировать камеры 100% никто физически не может. Это все мифы. Так как мы занимаемся строительностью энергоэффективных домов, и самая лучшая технология, это немецкая фирма БАС, родоначальники утепления фасад. Мы ее доработали, переработали, у нас она даже получилась лучше. Немцы настолько педантичны, что они свои грибы закрывают рондолем, хотя они у них тоже с термоголовкой. Один гриб имеет сопротивление примерно 0,5 Вт. И вот смотрите, как этот рондоль вставляется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот у нас гриб. Здесь напениваем клеем для теплоизоляции из пенопауретана и вставляем рондель и все у нас будет замечательно также мы используем меньшее количество включений в принципе на одну плиту 2 с половиной квадрат метра у нас получается три гриба мы стараемся эти перекресты не делать мы стараемся делать немножко по-другому мы выпускаемся в одну часть у нас здесь паз делаем шип паз замок так как у нас мы приклеиваем еще и все и под гребенку то что опять не любит не любят многие комментарии да и делать такое что это неправильно вот это дает возможность нам не делать вот такие перекрестные перемычки то есть перехлёст смотрите какой недостаток когда мы имеем пир плиты с четвертью вот посмотрите если сделать перехлёст как этот узел выглядит обратите внимание на и кромку а вот теперь смотрим наш узел сюда будет вставляться пир плита то есть это у нас шип это паз то есть вот так плита будет стоять то есть у нас через замок холод не пройдет вот такие вещи их лучше делать теперь покажу вам как это выглядит сверху вот мы делали утепление фундамента и вот смотрите как этот выглядит узел угол вот вот этот узел лучше чем в перехлёст делать а теперь отвечаю на вопрос для чего он делается окантовка вот здесь если мы будем здесь под гребенку наносить то у нас будет слива это весь клей сюда падать а это не хорошо то есть это мостик холода и но как раз момент где он наносит и побольше клея так у нас немножко окантовка сделаны и у нас на стене клей уже есть теперь по уровню стен какой у нас вот я взял уровень сразу скажу что у нас пир плиты компании прав холод у них замки все кривые об этом я сниму еще видео чтобы люди не попадали на это и вот смотрите я вам сейчас покажу какой у нас уже вот у меня в руках от нас уровень до в районе замков будет небольшие погрешности но я два года назад показывал вот он в замке немножко на пене тут прыгает ну на мылю тоже и поставить правильно телефон чтобы видно было хорошо понятно что он ровно если небольшое отклонение есть дальше идет базовый слой с сеткой и вот она немножко под выравнивается потому что и вот эти небольшие отклонения туда-сюда на стыках плит они не критичны теперь еще про один косяк что надо сначала окна вставлять а потом утеплитель вот смотрите у нас вставлено окна первое они не вставлены теплый контур мы делаем именно с теплым контуром второе вот видите вот это это мостик холода вот она щель мостик холода если бы у нас утеплитель сразу стоял а потом мы окна вставляли то у нас окно вплотную прижалось к этой четверти меньше проблем с окнами менее трудозатратные работы получаются и все как говорится по фуншую а тут надо вот эти мостики холода убрать дальше фасадный уголок ставится с этой стороны с этой стороны чтобы у нас окно было как бы в четверти вот такие у нас мастера которые рассказывают нам как нам надо работать и говорят что это косяк косяк как когда вот окна стоят которые могут в любой момент по неосторожности быть просто даже разбиты лучше когда окон нету вы сделаете это узел более качественно теплее и он будет более надежный не рекомендуем делать декор на окнах лучше сразу сделать из утеплителя четверть и вот эти окна вставлены в эту четверть потому что то же самое если вы сделаете декор над окнами там скапливается снег влага осенне-зимний период он там растает то замерзнет и начинает все это разрывать вот такое интересное у нас видео получилось но зато лучше один раз ответить на все вопросы знатоков а дальше дальше возможно будут меньше говорить о том что это неправильно кто-то неправильно сейчас вам покажу еще один интересный узел вот здесь наверно видно будет мы нарезали четверть вот у нас экструзированный пенополистирол подготовленный а здесь у нас западающий цоколь смотрим комментарий оппонент признал что наши технологии утепления фасада и хаус термо плюс намного лучше той технологии которые применяют они вот видите в комментариях он написал что по их технологии фасады трещат ну а теперь еще один комментарий с фасадной сеткой нижегородского в каждом регионе есть определенные бренды вот нижегородской области тот бренд ну можно считать одним из самых лучших там есть много всяких но мы используем его здесь мы используем крепик с 2000 это все то же самое что это фасадная сетка но комментарии написали что это фуфло полная так что она на разрыв на растяжение то сетка которым мы используем это равноценно как крепить 2000 также ячейка 4 на 4 анти щелочная и все характеристики сходятся единственная крепить 2000 чуть чуть дешевле потому что производится в россии всем пока до новых встреч подписывайтесь на инстаграм потому что мы каждый день выпускаем там новые фотографии видео кто хочет более интересное посмотреть подписывайтесь тек токи с вас комментарий лайк и подписка пока до новых встреч